Всем привет! Сегодня поговорим про Poco F5 в 2024 году. Год назад вышел этот смартфон, он стал настоящим бестселлером. Появилось множество обзоров, в которых рассказывали, по-моему, все, что можно про это устройство, ну и показывали его возможности. За это время Poco F5 успел преобразиться, потому что систему неоднократно обновляли, а сейчас вообще вышла HyperOS. Я делаю это видео, чтобы показать актуальный интерфейс смартфона, рассказать про новые фишки HyperOS и продемонстрировать текущую производительность Poco F5. Это на тот случай, если вы вдруг надумали покупать Poco F5 сейчас, вот в ближайшее время, так что я покажу вам актуалочку. И вообще просто интересно посмотреть на очень популярный смартфон и то, как он себя чувствует через год после релиза. Плюс сейчас выходит Poco F6, как говорится, быстрее, выше, сильнее и дороже, а это значит, что Poco F5 можно будет купить с хорошим дисконтом. Ну и за счет любителей менять свои смартфоны каждый год, как раз на вторичке появится очень много интересных вкусных предложений, потому что за год смартфон в принципе не успел устать. Но сразу следует обозначить, год назад я покупал Poco F5 за 290 долларов, потом он стал немного дороже. Это такая обычная практика, когда по предзаказу или на старте продаж цена самая интересная. Стоимость Poco F6 мы узнаем уже тоже очень скоро, но я думаю она окажется в районе 350 долларов где-то на старте, потом цена немного поднимется и где-то будет находиться на уровне 400. F6 я вообще покупать не планировал, потому что не вижу особого смысла в таком апгрейде. Значит сегодня про Poco F5 и поговорим. Начнем с самого главного изменения, это HyperOS. Переработанный MIUI по сути. Тех самых новых фишек не так уж и много, как ожидалось. Незначительно изменили меню, перетасовали некоторые пункты, ну и сам интерфейс в целом преобразился в лучшую сторону. UI стал более понятный, плавный и, что самое важное, удобный. Ну, конечно, на вкус и цвет, но мне намного больше нравится. Первое, что бросается в глаза, это обновленный экран блокировки. Появилось три стиля, каждый из которых можно настраивать на свой вкус. Можно настроить наполнение, расположение полезной всякой разной информации, настройку шрифта произвести, а также на само фоновое изображение можно применить один из пяти фильтров. Ну вот, как бы не на все, правда, изображения можно, но работает. Все настройки зависят от конкретного режима. Далее это новый центр управления. Немного обновили дизайн и саму структуру, теперь все пункты находятся на одной странице. Выглядит это, в принципе, интересно и более удобно, но при желании можно активировать старый интерфейс. Ну и возможности редактировать наполнение и организацию никто не убирал. То есть нажимаем изменить и редактируем, как хотим, выставляем, что удобно, меняем последовательность, как обычно. Изменения коснулись и папок на рабочем столе. Сейчас есть несколько предустановок. Можно изменять, сделать разные типы этих папок, как они выглядят точнее. И внутри наполнение редактировать и тоже менять местами. Это своеобразные получаются не просто папки, а целые виджеты, я бы сказал. Еще обратил внимание на функцию вырезки объектов на фото, но ее работу пока нельзя назвать нормальной. Иногда она срабатывает, иногда нет. Да и засунули ее вообще куда-то. Нужно зайти в галерею, выбрать фотографию, там нажать изменить, редактировать. Еще нужно будет подзагрузить это дополнение. В общем, там целая морока. В остальном никаких глобальных изменений я не заметил. Больше всякого мелкого визуала. То есть, что-то где-то такое по мелочи отредактировали, но это выглядит весьма-весьма глобально и монструозно. Смартфон просто стал работать более плавно. Хотя к этому претензий и так не было. То есть, они улучшили то, что в принципе и так было практически идеально. Производительность год назад была отличная, а сейчас смартфон тоже все еще жару дает. Потому что Snapdragon 7 Gen Plus что-то там 2 еще год назад делал некоторые флагманы. Но сейчас тоже им вполне можно пользоваться, играть в игры на средне-высоких настройках. Впрочем, как и год назад тоже можно было играть на средне-высоких настройках. Железяка сама по себе мощная. Все, что нужно, тянет. Но в угоду стабильности и автономности приходится иногда жертвовать этим самым графоном в играх. Некоторые пользователи, вот когда покупают новый смартфон, они, значит, первые несколько недель такие, все, что можно, включаем, пользуемся смартом по максимуму. А потом, знаете, 120 Гц не так уж и нужны. Это все врубается. Какие-то настройки в играх уменьшаются. Заходят в настройки батареи, смотрят, а что там можно для энергоэффективности настроить. Потому что автономность в итоге решает. Иногда хочется все же, чтобы телефон дольше работал, чем прям мощно, плавно и круто. Ну, короче. Тут сами смотрите. Хорошо, когда есть сам по себе выбор. То есть, в случае с Poco F5 его можно, допустим, подключить к зарядке, установить какое-то внешнее охлаждение, включить в играх максимальные настройки и балдеть. Все будет по красоте. Можно, наоборот, настройки сделать поменьше, где-то что-то подключать и про заряд и перегрев уже как-то особо и не переживать. Так-то смартфон мощный, спору нет. Но он никак не игровой. То есть, сейчас производители делают игровые смартфоны, вплоть до того, что в них активное охлаждение устанавливается. Я недавно видел, по-моему, Nubia сделали этот аппарат. Прикольно, да? Вот это игровой аппарат. Это не игровой, это универсальный такой. То есть, если вы хотите из него прям максимум какой-то выжимать в играх, то, конечно, о каком-то и внешнем активном охлаждении стоит подзадуматься. Да, это звучит смешно, но действительно существуют такие аксессуары, всякие разные вентиляторы, охлаждалки и прочее, которыми народ весьма-весьма активно пользуется. В общем, подумать можно. Тут главное, что сам по себе смартфон такую возможность дает для маневра. А там уже пользователь сам решает, как он этим устройством хочет пользоваться, что он из него хочет выжить. Да, железяки на компах же тоже разгоняют, там целая, так сказать, движуха есть. Теперь в двух словах о том, что осталось без изменений. Это камера, звук и, конечно же, вот размеры. Понятное дело, что с размерами ничего бы и так не произошло, разве что аккумулятор мог бы вздуться, но сейчас это уже редкость. Ну а вот звук и камеру, они как-то могли бы, в принципе, в смартфоне оптимизировать. Камера в телефоне для меня вообще, наверное, самое главное. Поэтому я недавно заменил Poco F5 на Google Pixel 8. О нем тоже скоро поговорим, все, никак руки не дойдут. Ну а в Poco F5 никаких глобальных изменений по оптимизации камеры не завезли за все это время. Я думал, что за счет снапа что-то еще смогут вытянуть из этого Omni-Vision, но, увы, производители всякие улучшалки, в принципе, на базе и уже давно цепляют. Но вот тут как-то все глухо получилось. Как вот изначально было, так, в принципе, и осталось. То есть желейка в стабилизации видео, фотографии, ну как повезет, надо еще сфотографировать, выстрелить удачно. Такое дело. Со звуком такая же петрушка. То есть динамики так и не перенастроили. Я тоже надеялся, что где-то что-то они с каким-то системным эквалайзером поиграются, что-то ненужное вырежут, что совсем плохо звучит. Будет хотя бы как-то более объемно, что ли. А тут слишком все грустно выходит. Видимо, уже на релизе из аппарата по звуку выжали сразу максимум, и тоже никаких глобальных изменений не было. Хотя нет. Вот, наверное, все же есть. Тут есть разъем для наушников. Когда я делал где-то чуть более чем полгода назад обзор этого телефона, я говорил, что мне не нравится звук через проводные наушники. Что через Bluetooth звук лучше с одними и теми же наушниками. Сейчас вот это дело они, видимо, подправили, потому что звук действительно стал не на уровне плеера, да, какого-нибудь бюджетного, но в принципе неплохо. Получается в какой-то мере такая абсурдная ситуация. За год Poco F5 стал еще лучше там, где и так был очень хорош, а в остальном он не изменился. Основные плюсы у этого аппарата так и остались. Это высокая производительность при вменяемой цене, качественный и плавный экран, разъем для наушников, быстрый Wi-Fi с хорошим сигналом, быстрая зарядка, NFC, все, что мы любим. Ну, к тому же он тонкий и легкий. Вот такой тоненький маленький аппаратик. По своему общему уровню, даже если сейчас купить Poco F5, им можно будет спокойно пользоваться еще в ближайшие два года и только потом думать над апгрейдом. Правда, если вам не нужна прям какая-то шикарная камера. В остальном телефон, мне кажется, замечательный. До сих пор.